Работаем с картами, смотрим прогноз погоды и делаем вывод о катаклизмах. Начинаем с чистоты воздуха. Практически неизменно остается ситуация в Канаде. Видно, раздувают здесь пожары во все стороны. Видать, там населения мало вообще живет в этой глуши. Все на побережье здесь проживают. Здесь есть циклон, но он сюда, видать, еще не доходит. И поэтому там продолжается все это безобразие. В Южной Америке, смотрите, все прекрасно. Смотрите, как сдувает здесь. Ну, здесь гореть нечего. Там степи, вот здесь это пыль, пыль вот отсюда со стороны Аральского моря. С этими удобрениями, там со всеми вот этими солями. И вот она сюда вот летит через Астрахани, Листу. Даже вот до Воронежа, видно, долетает практически. Балхаш, смотрите, камыш на Балхаше вовсю горит. Вот температуры здесь виды невысокие, но за счет вот этих сухостоя происходит пожар. Так, ну и вот, получается, в центре Сибири здесь что-то загорелось. В Иркутской области, на юго-западе Якутия продолжается. И если вы смотрели, это как в анекдоте, да, когда про чипсы говорят, что там кому интересно, куда пошла там Светка из четвертого подъезда делать маникюр. Ну, а как вы думаете, вот другой державой, президент особо интересуется, как же там тундра-то горит, понимаете? И в курсе, то есть осведомлен по полной, что об этом делает заявление. А это оказывается в Магаданской области. Я не знаю, там жители Магадана самого знают, что у них там в области что-то горит или нет. Вот, но вот президент державы знает другой, что там происходит. Интересно, да, в интересном мире уже мы живем. Вот, но вот интересно, что в Сусумане минус 23, сейчас Батагая минус 23, Белая гора минус 24. По ночам там уже к сороковкам все подходит потихонечку. Здесь мы видим, продолжается гореть вдоль Амура, то есть неизменно, в Китае тоже. Ну, и в Индии, в Индии прям краснеет, краснеет, как помидор сентябрьский потихонечку. О, смотрите, здесь тоже на островах в Индонезии тоже что-то зажгли. Видать, там праздники какие-то происходят сегодня у этих индусов праздник, мне кажется, да, одевали у индусов. Так, давай теперь посмотрим, где у нас дожди. Вот, сегодня на Балканах, вот здесь вот, в Боснии, Черногории, здесь и в Италии сильные грозы. Вот циклон сейчас между, в районе Берлина сильные дожди, но он сегодня, в общем-то, и во всей Германии у нас тоже было такое мрачное утро. Сейчас немножко стало посветлее, но в любом случае никаких шансов посмотреть северное сияние не было. Вот, ну вот в Украине, может быть, кое-где и были шансы. Сейчас видно, что погода довольно-таки теплая, хороший ветер. Вот в Ростове плюс 15, Харькове 13, Киево-Рок 10, Киев 11, в Кишиневе плюс 15, Львов плюс 15. Видите, ветер такой удачный, в Черном море, задувает чистый, и нет облачности, вот, практически. Ну, если есть такая небольшая, неплотная. На Кольском полуострове и в Скандинавии здесь снежок идет, но потеплело, смотрите, плюс 1 в Мурманске. В общем-то, в Иркуте тоже всего лишь минус 1, Печорья плюс 2, Ухта плюс 2 или Ухта. Вот, то есть, морозы потихонечку здесь сдвигаются за счет такого тепла. Вот стеночка, которая происходит из дождя, здесь ледяного со снегом, да. Вот в Оренбурге минус 3, Челябинск минус 3, то есть на Урале практически везде минус 3 сейчас. Так, снег вот здесь районную к югу от Норильска, Турханска, и доходит до леса Сибирска на юге. В общем-то, в самой Сибири довольно-таки прохладно. Вот, дневные температуры минус 10, в Новосибирске, Барнауле, вот Гудая минус 17, ну и минус на востоке Казахстана тоже сейчас стоит. Даже в Бишкеке минус 6, смотрите, Ухта, и рановато у них прям. В Ташкенте 0, и только в Душамбе плюс 8, даже в Туркминабаде всего лишь плюс 3. В Зировшане минус 4, вот это да, и на Кусе минус. Вот это дневные температуры Средней Азии. На юго-западе Якутии снежок небольшой, там чуть-чуть на Камчатке есть, но, в общем-то, в целом все нормально. На юго-индии грозы, в Индонезии, Папуа сезон такой, на западе Австралии тоже мы видим грозы, да и на востоке, здесь Канбера, Сиднии тоже идет дождик. Смотрим теперь Аляску минус 2, Фэрбэнксе, Ванкоридже плюс 2, но в основном осадки здесь по югу происходят, хотя вот здесь, конечно, в Береговом море тоже есть снежок и дождь. Вот здесь на западе США тоже сейчас дожди идут, на юго-западе Канады, но где-то вот здесь тоже лед, ледок теперь, сезон льда, то есть сезон жестянщика открыт. В Техасе здесь продолжаются грозы на юге, смотрим Южную Америку, ну, в целом только вот в Бразилии кое-где потопы, да, вот за счет вот этого хвоста. Ну, также вот здесь вот на севере Перу и Колумбии здесь сильные дожди, а в Аргентине есть дождик, в Чили тоже и дождик, и снег, но в целом не сильной интенсивности, не высокой интенсивности. Так, ну что, можно смотреть теперь, что ждет нас ночью. В общем-то, с Берлина этот циклон потихонечку передвигается в Прибалтику, вот, и вот такая вот полоска, прям как комеда какая-то, в сторону Западной Украины направлена, как раз от Черногории, получается, вот, четко идет вот такая полоса до Западной Украины. В Придурале здесь снежок, в центре Сибири, на севере в основном, но и в Восточной Якутии тоже можно, в Юго-Восточной Якутии можно видеть снежок. В целом, неплохо все, никаких катаклизмов мы не видим. Да, завтра с Балтики это уже придет на северо-запад России, ведь как быстро распространяется депрессия, вот, кое-где здесь в Европе еще мелкие дождики, но ничего сильного не происходит. С Техаса вот эта система передвигается во Флориду, так что кто-то живет во Флориде, имейте в виду, у вас завтра будет дождь. Так, смотрите, смотрим теперь давление. Ну вот антициклон сейчас, кому повезло, может быть, видеть северный Северный, северный Казахстан, мне кажется, вполне могли, потому что здесь, видите, какой мощный антициклон, Южный Сибирь, вот как раз в Томске, да, там сообщения были, что видно. Но вот антициклон сейчас ограничен, вот, примерно посередине Белоруссии и Украины, вот, от Питера вниз, прямо вертикально, если идет до Стамбул-Питера, вот так вот по этой полосе, все, что восточный антициклон, и доходит он практически до Приморья. Но самая его мощь находится в Казахстане, самое давление. А второй антициклон, вот, Великобритания, да, им бы тоже повезло, там фотографии они видели, сияние. А вот в Европе мы видим сейчас депрессию, и видим высокое давление США, низкое давление в Канаде, вот такой вот расклад на сегодня. Ну, завтра повысится давление во всей Европе, за исключением Скандинавии, Прибалтики, здесь вот будет все-таки депрессия. Ну, в общем-то, опять такое, в основном, широтное распределение будет высокого и низкого давления. Это уже смотрим 13 ноября. Здесь высокое давление, в основном, в Северной Америке, за исключением вот великих озер, вот Зонового залива. В Евразии примерно так же по меридианам, по широте распределяется низкое и высокое давление. То есть на юге будет высокое давление, короче говоря. Так, ну, давайте пересмотреть температуру. Да, вот в Сибири видно, здесь консолидация мороза происходит. И вот он опускается практически до Китая. И доходит даже вот до Афганистана, в какой-то, да, северо-восток Афганистана. И как раз Узбекистан, вот сюда, да, доходит до Урала, до Поволжья практически. Доходит до Поволжья. Здесь такая стеночка между теплым и холодным воздухом. В Европе, в общем-то, все нормально. Для ноября отличная погода. Да, и в США сейчас мы видим тоже пока плюсовые температуры. А вот в Канаде уже минус. Так, ночные, давайте смотреть, температуры. Но в Европу мороз не будет проникать. Здесь потоки теплого воздуха. Будет довольно-таки теплая ночь. Вообще могут побиться кое-где рекорды тепла. Потому что в ноябре эти градусы небольшие. И вот сюда видно, что в Северную Сибирь заходит. Прямо сюда на Таймыр куда-то закачивается теплый воздух. Смотрите, идет. А холодный идет вот через Якутию сюда вот в сторону Восточной Сибири. И хорошо замораживает как раз область около Байкала. И всю Монголию хорошо так подмораживает. Да и Среднюю Азию тоже. Даже Туркменистан полностью получает порцию холода. Давайте завтра смотреть, что будет завтра. Вот на восток США проникнет мороз. А в Восточной Европе будет очень тепло. И я говорю, что завтра могут реально побиться температурные рекорды. И на Урале даже будет тепло. И чуть-чуть захватит Западную Сибирь. А вот все, что в Восточной здесь уже похоже. Зима обосновывается по-серьезному. Давайте смотреть. Теперь 13 ноября. Здесь зима уже пытается проникнуть и в Восточную Европу. Но вот где рядом моря, Прибалтика, Санкт-Петербург, Ладожское озеро. Они отбиваются пока от морозов так же, как и по югу. А все, что севернее 55-й широты, здесь видно, что уже все в царстве зимы. Ну и более-менее тепло так же будет в США. А в Канаде уже начинает устанавливаться настоящий мороз. Ну а с вами был Алекс, канал Берин Лабжи. Отличное упражнение.